ребята всем привет ну что первое мое видео мое так немножко мнение о канаде да многие меня всегда спрашивают и типа ну не всегда но на протяжении моего проживания в канаде и как я показываю мои видосы типа записать видео о том там что нравится не нравится типа в комментариях это пишут тоже да и в инстаграме я уже сколько раз говорю в инстаграме пишут люди которые типа спрашивают почему уехал расскажи и так далее и тому подобное но об этом я еще буду рассказывать но и так же сама спрашивает типа о минусах канады и в принципе как я уже тоже в одном из моих видосов сказал что мне в принципе надо смотреть в камеру а я смотрю на дисплей как будто я в другую сторону выглядит заглядываю ну да ладно это пофиг да я приехал магазин не кое-что надо было купить и теперь вот иду уже к машине и думаю про себя надо наверное вот на эту тему записать windows сегодня ребят короче начну так что мне первое скажем так вот очень мне не нравится именно вот здесь я вот я говорю опять же только за провинцию манитобы и за за тот район где мы живем да мы живем в маленьком городке это деревня я повторяюсь по мне это деревня венклер меня постоянно спрашивают пишут в комментарии пишут в instagram как я уже говорю где живешь скажи где живешь я чуть ли не в каждом видео говорю где я живу и первое что мне сильно здесь не нравится и это я не смогу изменить это вода вода в канаде вода что как бы у нас водопровод да это просто я вообще не понимаю с чем это связано вот но мы когда были на карантине как бы нам вода по вкусу как бы не понравилось когда там чай заваришь или что да там какой-то как будто привкус какой-то вот знаете вот нам показалось хлорки я то с тех времен это даже толком уже и не помню как мы это тогда делали вот но мне показалось что какой-то привкус идет хлорки ну еще было абсолютно терпимо да скажем так теперь когда уже мы карантин прошли должны были поселиться в наш в нашу квартиру на временную в этот подвал да и там одна ночь не получилось и мы ночевали у моего друга алекса алекс привет вот и он живет за морденом тоже деревня за морденом можно так сказать и там вода я не знаю как алекс какую воду вы пьете ты мне завтра расскажешь или когда увидишь этот видос вот и как бы там у них довольно нормальная вода была да в принципе хорошая вода была но когда мы на потом как бы переночевали ночь и уже заехали сюда в этот бейсмент и начали варить чай сварили чай просто невозможно пить это чай ребята вы понимаете вот как будто ты вот в бассейне в воду которая до хлоркой пропитана как будто ты вот эту воду пьешь и я сразу это как бы заметили мы как бы на вкус вообще ни в какие рамки это не входит и мы спросили ребят как здесь с этим вообще да это самое с водой многие ставят какие-то там фильтра себе да прям по себе там в кухне под кран ставит еще какой-то фильтр и вроде бы как будто это все убивает я не знаю а другие опять же говорят валентин мне это сказал что типа они покупают воду в канаде гента до в магазин оказывается можно еще это и в коп взять магазин между прочим мы теперь берем в ков и все кто меня смотрят в принципе как я знаю вроде все берут в канаде гента в копе есть такая вот фишка ребята между прочим до берешь 10 бутылок 11 бутылка тебе бесплатно с водой да и мы приходим там и набираем воду она или фильтрованная вода или я теперь не знаю какая она такие вот бутыли у нас там почти 10 литров вот и стоит 99 центов 10 литров 99 центов да вот с этой водой мы варим пьем пьем варим чай и так далее да в принципе меня это не напрягает так как ну в германии то постоянно ездишь за напитки до меняешь напитки там минералку и так далее ну и тут так же самое я приехал и взял эту бутылку воды на 10 литров за 99 центов только там одна фишка что тебе сначала надо купить бутылку эту пластмассовую в каких-то влогах где-нибудь кого-нибудь запишу или даже был какой-то отрывок я вроде бы снимал так мы покупаем воду да вроде бы что-то уже было даже теперь уже и сам забыл напишите в комментах я вам это показывал или нет все кто меня смотрят с мордена линклера напишите так ладно насколько внимательно типа вы смотрите видосы и да короче покупаешь этот пузырь он стоит 13 долларов эту пластмассовую бутылку и короче потом приходишь и набираешь без проблем эту всю питьевую воду покупаешь пробку если оторвал свою пробка стоит в канаде гентарь дороже чем в коп тоже между прочим разница пробку просто затыкаешь от пузырь здоровый и все вот почему я решил сейчас вот иду и записать это видео ну просто я сегодня офигел еще я зашел в задам и позавтракали сидим короче и нам сына надо на хоккей думаю блин пойду что опять морду помою что-то так сонный такой опять сидел открываю кран и смотрю с него текет розовая вода ребята розовая вода главное не теплая а холодная ледяная вода роза розового цвета вот вам отрывок и я про себя не я я как бы был испуганный да это что такое про себя думаю это антифриз туда залили они или что или или вообще с чем это связано я вообще не могу себе как бы объяснить это все дело с чем это связано что вот такая грязная вода или почему она постоянно хлоркой пропитана вот где бы я не был я вот не помню во франции мы когда были какая там вода была когда мы там были на к в командировке вот у меня было сегодня такое тоже как бы это задумался о том а какая вода была там у нас во франции тоже вроде мы с крана воду набирали вообще я такое не знаю что вода где-то хлорка что-то там отдавала и в канаде если я не ошибаюсь около двух миллионов озер что ли по всей канаде провинция онтарио и манитоба тут кругом озера кругом просто да во всех во всех провинциях полно просто везде озер у у нас тут рядом довольно таки одни из самых здоровенных два озера вообще по всей канаде вроде бы и весь винклер вроде бы он стоит на каком-то подземном озере тоже я так слыхал ну вода катастрофического качества неужели как бы нельзя я убью я не понимаю с чем это связано почему она такого вот это да неужели это не нельзя чтобы она была простая нормально чистая вода неужели она так загрязняется в этих трубах здесь или что и второе я должен сказать наверное что что очень заметно как я уже рассказывал об этом когда записывал видео о том как на качество машин здесь да вот что здесь намного намного грязней канаде именно опять же говорю у нас тут в провинции где мы находимся да что это чистая машина как раз вот стоит рядом пикап только подъехал я хотел обратить внимание чистая но вот едет mazda 3 на ней краски не видно она вся видать на гравейке где-то живет едет молодая девушка это что я на нее так смотрю она на меня тоже посмотрел да я на машину смотрел не на тебя вот то что здесь намного грязней как бы по дорогам до чем в германии вот но с этим как я уже тоже в instagram stories скидывал как моя выглядит сейчас машина с этим как бы можно смириться как бы если ты живешь в чисто в городе то тут нормальные довольно чистые дороги но они грязней чем в германии да вот но если ты живешь где-то за пределами деревни там какой-нибудь или городка это полный чихпых короче это тут грязь но я говорю с этим можно смириться ну вот с водой ребята это здесь какой-то вообще караул если честно это какой-то караул и вот ребят те которые меня смотрят как бы да мне интересно можете ли вы объяснить эту ситуацию не стесняйтесь пишите мне комментарии я знаю могут много смотрят но никто не пишет комменты вот почему это с чем это связано что здесь такое качество плохой воды да вот вот сегодня я вот вам говорю я открыл кран и оттуда текет просто вот такая вот розовая вода как будто ну как будто в натуре какой-то антифриз туда залитый а да и совсем забыл сказать и буквально то что нам сыном надо было на игру ехать в морден за мной товарищ андрей приехал и я ему еще скидываю грандюху вас тоже такая вода он говорит да нет я вообще первый раз такое здесь вижу да а он здесь уже живет он уже здесь чуть ли не местный сколько андрюха живет лет 15 наверно вот и он меня забрал а мы живем в новом районе и буквально как я в последнем видео вроде вам показывал я заезжал в новый сад с нашего района заезжал в другой и там такой дичь да вот как большой большой кувет и там стояла машина от сети венклер это что-то за этого подавился стояла машина от сети венклер и было этот открытый hydrant ну вот для пожара да вот этот здоровенный hydrant это в германии называется да куда подсоединяется там пожарки если что-то вдруг кого-то оттуда с таким напором просто била вода очень сильным и у меня такое ощущение что наверное вот они эту проблему заметили и андрей тоже говорит по идее если какая-то ерунда происходит да вода то она по самому как я и говорю вода то здесь ерунда это вообще не вода но если какие-то там помехи по их не меркам то это говорится в радио и в радио и пишется также сама на сайте и он говорит сегодня он ничего не читал и сегодня ничего еще по радио в об этом не слыхал ну и когда мы ворачивались уже назад что вроде уже как бы ничего не было ну как бы перекрыли этот этот эту колонку это в этот hydrant откуда вода и налили там полный арык наверное воды я приехал домой сразу это дело все проверил и мне интересно поэтому я по сторонам все смотрю да ребят вот и приехал я домой проверил воду и вода нормальной вот я бы сказал бы что вот это вот очень очень большой минус насчет воды просто это никак не изменить это здесь будет ручник натянул это никак не изменить мне кажется но это вообще это это просто караул да вот такая вот болтушка ребят просто хотел вам пожаловаться сказать какая здесь херовая вода в канаде за 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 грязь на дорогах или там за пыль на дорогах разговоры совсем другой но вот с водой что-то надо делать но и мы с тех пор как я говорю мы только берем воду как приехали мы только берем воду в этих бутылках и без проблем едешь набираешь и она недорого это получается как по мне да ну с крана там варить то было бы еще дешевле но 99 копеек что там надо на неделю две бутылки воды наверное нам надо 20 литров на не чуть побольше но до бутылки 2 3 3 бутылки наверно нам надо да что все таки но пьем то мы тоже простые бутылочки в воду пьем да тоже покупаем питьевую воду и оттуда тоже мы пьем с этих больших бутылок вот и ничего нормально к этому привыкается но пить с крана ребята нельзя кто приедет сюда в гости будете проездом или еще где-то что-то кого-то воду с крана пить нельзя слушайте меня ладно все наболтал целую кучу вода дерьмо а так все нормально в принципе ну будем жить будем изучать канаду и буду рассказывать плюсы и минусы а как иначе по-другому никак короче поезд пошел теперь уже его не остановить youtube надо пилить блин аж складно все ребята хороших выходным будьте здоровы и до следующего видоса всем пока